Всем привет! Сегодня видео посвящено, к сожалению, нашим орхидейным потерям. Если кто следил за такой орхидеей, как Сугалайли, которая была мной приобретена 16.05, то есть практически два месяца прошло. Я её посадила с 13.07 в мох, так как она была изначально во мхе при покупке. У неё пересохли все корни до этого. Я её обрабатывала фондозолом неоднократно, держала вначале без субстрата. Видите, тургор листьев жутковатый. И вначале, когда началась с ней проблема происходить, у неё была такая жёлтая каёмочка по листу. И сегодня, к сожалению, получается, видите, как я поставила небольшой дренаж, и в кашпо на дне водичка она не соприкасалась с горшком. И смотрю, сегодня уже лист пожелтел. Сейчас мы с вами посмотрим, чем всё дело это закончилось. Думаю, что эта орхидея уже не жилец. Так. То, что лист пожелтел, меня не удивило, но лучше бы он пожелтел с краешку. С обратного тогда ещё есть, как бы, вариант, что... Ну, как бы, тут уже, я так думаю, дождать нечего. Видите? Денир. Опа! Финита ля. Комедия. Вернее, трагедия. Вот, и никакая обработка фундазолом ничего не помогла. Так. Это я недавно купила две новые, вернее, подарили на день рождения. Вот. И минус один. Да, печально. Ничего, у меня будет возможность побывать сейчас в Киеве. Если получится, загляну в ботанический сад Верешка. И там есть небольшой магазинчик при этом в ботаническом саду. И, возможно, у меня получится что-то интересное прикупить. В прошлый раз я там была тоже летом. И продавалось, единственное, что из орхидеи продавались цимбидиумы. Ну, какие цимбидиумы, не мини, а гибридные, большие. Вот. И по очень вообще смешной цене. То есть, ни один садовый центр вам по такой цене цимбидиум не продаст. Там были цимбидиумы, которые уже, в принципе, готовы к цветению. В прошлом году за 150-100 гривен. Вот. Но они были в керамических тяжеленных кашках. В принципе, это меня и остановило от покупки. Потому что таскать было тяжеловатенько. Очень тяжелый. Вот. Ну и так подведем итог. Лотерею орхидеи никто не отменял. Для людей азартных это самое оно. Как русская рулетка. Выживет, не выживет. И буквально получается процесс, как щелчок пасть. Только посадил его в грунт. Вот, смотрите, получается посадка. До этого он был просто, просто без горшка. То есть, сколько прошло? Третье, да? А сегодня двенадцатое. Девять дней. Чуть больше недели. Он во влажке находился. Чуть влажном мхе. Может быть и не чуть маха. Дело в том, что я еще уезжала. Где-то на неделю. И мне так кажется, что возможно это... То, что я не могла контролировать, какой влаги был мох. Может быть он чересчур был влажный. Возможно и это привело к такому. Ну, если бы была орхидея, скажем так, здорова, за неделю бы с ней ничего такого не произошло. Как вы сами понимаете, то есть просто ускорился процесс. Как щелчок пальцев и растений нет. Ну, зато осталось видео на память. О том, какое оно было красивое, это растение. Какие красивые. Короче, цветочки были такие лилово-сиреневые. Вот. И, видите, с легким движением руки орхидея превращается в мусор. Отправляется в орхарай. Значит, и зато оставилось видео. И в видео можно увидеть, какое растение было, каким оно было красивым. Вот. И возможно я еще потом как-нибудь найду такой экземпляр. Потому что мне сам растение, растеточка очень понравилась. Вот. Так что, если... Получается так. Если около стволика желтеет лист, или чернеет лист, или он нездорового окраса какого-то, не зеленого, значит проблема точно есть. И это проблема не в старости листа, а проблема внутри. Вот. На этом будем прощаться. Надеюсь, что таких вариантов с опытом будет все меньше и меньше. Но никто не застрахован и от таких результатов. На этом пока. До новых встреч.